всем привет это видео про то почему нельзя покупать типовые проекты домов коттеджей я знаю что многие любят это делать потому что это недорого и быстро сегодня на примере одного типового проекта я разберу его планировку и вы убедитесь в том что не стоит вкладывать в это деньги поехали и так в самом начале я хочу сказать что я лично ничего против не имею типовых проектов но большинство этих самых типовых проектов которые продаются в интернете выполнены на очень низком уровне и по составу проекта и по качеству самого проекта с точки зрения жизненного пространства об этом сегодня будем говорить я буду разбирать планировку эту планировку этого дома мне прислали в инстаграме мои подписчики попросили разобрать вот сегодня я этим и буду заниматься давайте смотреть что перед нами есть это дом 120 квадратных метров плюс гараж на две машины сам по себе дом классического дизайна но по крайней мере так попытались его сделать вот на фасаде это прекрасно видно что такое классический дизайн в первую очередь это симметрия ну вся классика она сквозь пронизана прямо симметричными линиями и это чувствуется во всем сама планировка имеет анфиладный характер это когда мы идем из помещения в помещение из одного вышли попали в другое ну и так далее наверняка вы все были в каких-то дворцах и переходили из комнаты в комнату ну вот например яркий пример это зимний дворец сейчас это музеи все могут там поприсутствовать да и вообще все другие купеческие княжеские усадьбы все они были построены примерно по одному и тому же принципу здесь этот принцип тоже прослеживается у нас есть центральный объем из которого мы уже попадаем в другие комнаты то есть из кухни гостиной мы попадаем в жилые комнаты о чем я хочу сказать в первую очередь глядя на эту планировку ну конечно перечислю плюсы в первую очередь а потом уже перейдем к минусам потому что очевидно что без плюсов тоже не может не быть но во первых в типовых проектах плюсы проект стоит недорого и проект вы получаете быстро следующие плюсы конкретно этого дома в проекте в этой планировке нет коридоров почти нет ну три квадратных метров коридор это можно считать что коридора нет совсем это очень здорово дальше предусмотрели гараж это тоже хорошо когда в проекте дома есть такой объем потому что он достаточно большой даже если взять минимального размера гараж на две машины это уже 6 на 6 метров но представляете какой-то большой кубик который должен появиться где-то на вашей территории на участке а здесь уже он предусмотрен самой архитектурой дома это безусловно плюс прихожая с гардеробом а гардероб с окном это тоже огромный плюс большой зал 43 квадратных метров прямо зачет спальни разнесены у родителей с одной стороны у детей с другой это тоже очень очень здорово и есть кабинет это тоже замечательно когда есть кабинет который мы используем во первых по назначению мы можем там поработать во вторых там дети например могут уроки поделать ну и в третьих там могут гости разместиться все-таки дом загородный и так бывает что приезжают друзья остаются на ночь их нужно где-то поселить так вот здесь есть этот кабинет но здесь вход в этот кабинет из спальни родителей и таким образом он становится приватным кабинетом такие тоже бывают они имеют право на жизнь но если мы хотим гостей размещать в этом кабинете то это в общем то не плюс а минус потому что гостям придется ходить через спальню это значит мы лишаемся возможности превратить кабинет в дополнительную гостевую комнату и в общем то непонятно плюс это или минус ну и вот собственно с кабинета уже я перейду к минусам которые здесь я хочу обсудить и сакцентировать внимание на том что когда мы делаем планировку это не просто комнаты и квадратные метры это очень важно а это организация жизненного пространства а если учесть что этот дом который вы строите с нуля и вы можете предусмотреть все самого начала все учесть то тем более нельзя к этому относиться ну так халатно как к этому застройщики многоквартирных домов относятся знаете ли там отдают вам квадратными метрами комната а вы радостно их покупаете а у меня кухня 20 квадратных метров а у меня комнаты по 25 квадратных метров как замечательно а потом выясняется что ванна маленькая мастер спальню сделать невозможно гардеробных нет стиральную машину поставить некуда и с планировкой и что-то придумать тоже нельзя потому что куча несущих стен вот представляете да какие проблемы поэтому в частном доме в своем собственном доме мы не имеем права делать вот так вот халатно отталкиваясь только от квадратных метров то есть мы должны продумывать как мы будем жить в этом доме чем мы будем заниматься как наш сценарий жизни будет здесь выстраиваются отсюда будут появляться помещения необходимой формы и функционал наполненные нужной мебелью а не та которая нам там вдруг вздумалась именно та которая нам будет нужна и вот здесь перехожу к минусам вот этого проекта первое что бросается в глаза это одна единственная ванна на весь дом ванна и она же санузел вот как это себе представляет архитектор который проектировал этот дом утром семья четыре человека потому что здесь две детских и спальня родителей но очевидно что в каждой детской по ребенку а может быть и по два ну и в спальне родители понятное дело два человека ну то есть как минимум четверо и вот эти четверо утром собираются кто-то на работу кто-то в школу в институт не знаю в детский садик и вот им всем нужно умыться они как в очередь будут выстраиваться или они по графику будут ходить то есть так знаете талончики сейчас выдают где-нибудь в сбербанке они будут подходить талончик что ли себе брать но что за бред или вот такая ситуация вечером все дома собрались кто-то после работы залез в ванну поотмокать или душ принять и в этот момент кому-то другому приспичило в туалет вот что ему делать ждать терпеть или бежать на улицу под кустик благо это собственный дом и есть своя территория или к соседу ломиться проситься ну то есть абсолютно какая-то бредовая ситуация возникает которую запрограммировал архитектор почему он ее так запрограммировал да скорее всего вот эти вот самые дома проектируют начинающие архитекторы студент но потому что им платят не очень много чтобы настряпать вот этих вот проектиков и вам выдавать за три копейки а вы и счастливы их покупать ну вот как-то так я это вижу вряд ли архитектор с опытом допустил бы вот подобную нелепость я по-другому никак не вижу второй огромный минус абсолютное отсутствие приватности что я имею в виду это когда вы можете уйти в какую-то часть дома и полностью уединиться закрыться от всех побыть одному побыть самим собой в тишине книжку почитать просто поспать помедитировать я не знаю вот вы скажете слушай ну так есть отдельные комнаты как так пошел закрылся и медитируй так да не так вот смотрите что здесь происходит посередине есть общая комната которая 43 квадратных метра и из этой комнаты мы видим двери в детские и в спальню что это значит это значит что когда кто-то в гостиной смотрит громко телевизор или просто громко разговаривает то дети в своих комнатах это слышит вы когда в спальне вы это слышите потому что дверь сама по себе не является хорошим звукоизолирующим материалом как минимум придется ставить две двери но это согласитесь неудобно хорошо поставили пускай две двери эти же двери будут открываться вот вы сами посмотрите на свою квартиру или дом где вы живете дверь в спальню практически всегда открыто и здесь будет то же самое но и зачем вам это надо гости приходят и прямо сразу на просвет видят кровать и не дай бог там кто-то лежит вы сразу видите этого человека а тот человек с кровати видит половину зала как кто-то там сидит общается смотрит телевизор у камина греется или что-то там еще такое согласитесь это совершенно некомфортно так вот это просто непродуманность и не организованность этого самого жизненного пространства то же самое с детьми если дети маленькие им нужно отдыхать все таки дети пораньше спать ложатся родители правда ведь это значит когда они легли спать вы не сможете смотреть громко телевизор или здесь гудеть с гостями но мало ли там вид на вечерок к вам зашли там на бокальчик вина или футбол посмотреть вечером с пивом и фисташками футбол это же громкое мероприятие правильно там гол куда пинаешь туда беги сюда беги ногу оторвать тебе там да куда вы смотрите ну и так далее это громко дети все это будут слышать потому что звук пойдет прямо напрямую в детскую нету никакого буфера между детской и между гостевой комнатой я считаю что это недопустимо хотя конечно допустимо ну вот это же есть и так даже строят и так даже живут но зачем так строить самого начала если можно сделать по-другому и будет гораздо удобнее причем абсолютно без увеличения какого-то либо бюджета ну по крайней мере без существенного увеличения короче говоря второй минус это отсутствие приватности я думал в думаю вы мысль поняли следующая зал и кухня спроектированы абсолютно нелепо вроде бы казалось бы зал большой 43 квадратных метров здорово же ну какой размера есть где размахнуться посмотрите что с ним здесь сделали поставили посередине перегородку которая делит этот большой прекрасный зал на две части с одной диван и телевизор с другой диван и камин плюс еще стол добавили зачем зачем ставить эту перегородку зачем расставлять именно так мебель когда можно было поставить совершенно по-другому ну по крайней мере можно было диван например развернуть в другую сторону поставить напротив него телевизор а за этим диваном поставить стол большой обеденный для гостей здесь видимо предусматривали эту функцию когда ставили большой круглый стол камин можно поставить рядом с телевизором сбоку или под телевизором как это тоже часто делают или у стола и таким образом создав симметричную композицию просто все это говорит о непродуманности жизненного пространства вот поэтому я и говорю что типовые проекты это зло идем дальше кухня посмотрите во всем этом 120 метровом великолепии кухня всего лишь навсего 12 квадратных метров это раз второе оно абсолютно неправильной формы с каким-то выступом вот помещение такой формы как в тетрисе знаете вот буква г это всегда некрасиво в дизайне помещение по возможности должны быть все правильной формы либо квадрат либо прямоугольник чтобы без всяких вот этих вот уступов заступов ниш и прочее которое потом непонятно как обыгрывать в дизайне это раз второе кухня маленькая давайте посмотрим и вспомним у нас ведь загородный дом друзья загородный дом вот смотрите вот стоит холодильник из холодильника мы достаем продукты и тащим их вот сюда к раковине это достаточно далеко потом из раковины мы вот здесь вот должны нарезать как-то что-то приготовить и бросить в кастрюльку но я уж молчу о том что здесь принцип золотого треугольника нарушен потому что холодильник мойка варка все так удобнее просто по эргономике вам так двигаться удобнее потому что логичнее ну да ладно плюс мало поверхности то есть у нас остается вот поверхность вот и вот этого достаточно мало нет конечно вы там все уместитесь как-то все упихаете но можно было бы сделать и побольше потому что дом в свой здесь будет много готовки скорее всего особенно когда гости придут ну и что еще кухня расположена углом здесь есть стол на четыре человека видимо как-то для быстрых перекусов стол стоит общий вообще странно посмотрите как стол примыкает к окну видите он не посередине к окну а он со смещением почему да потому что чтобы стулья все влезли а почему окно так смещено почему бы его к столу не сместить потому что окна привязаны к фасаду вот это вот тот пример когда архитектура и планировка подгонялась под внешний облик здания ну точнее планировка подгонялась под архитектуру то есть сначала красивый домик а уж планировка как получится вот вам пожалуйста пример стол стоит некрасиво с точки зрения интерьера а можно было бы сделать красиво если побольше подумать ну хорошо с кухни здесь разобрались а еще с кухни не совсем разобрались еще есть важный момент смотрите где находится кухня и где находится стол для гостей то есть вам нужно будет с кухни бегать вот сюда к столу вот к этому нарядному большому через все вот это вот огромное помещение зачем так сделано вообще непонятно ну то есть для меня лично непонятно то есть логики здесь никакой нет этим столом обеденным будут пользоваться крайне редко ну раз в году в новый год когда все соберутся там один раз притащат потом один раз утащат еду все потому что это дико неудобно все будут ютиться вот за этим столиком потому что так удобней кухня достаточно далеко от главных окон главные окна я считаю это те которые обращены в сад здесь есть выход сад на террасу то есть здесь есть терраса на этой террасе скорее всего захотят поставить стол за которым можно сидеть там где-то шашлыки пожарить и теперь представьте путь следования с кухни на эту террасу это же пипец лабиринт мало того что здесь обо все по дороге запнуться так это еще и долго далеко и никто делать этого не будет в общем это дико неудобно то есть это вот непродуманность вот этого алгоритма вот этого сценария жизненного вот в чем дело понимаете ванная комната про которую я уже упоминал находится прямо напротив кухни и если две двери открытым из кухни видим сразу же туалет из туалета кухню ну тоже это как-то очень странное решение то есть все таки нужно наверное смещать эти двери а смещать здесь собственно некуда входная группа когда мы заходим попадаем в квадратную прихожую надо сказать что это очень хорошо она здесь достаточно просторная есть куда консоль поставить пуфик и слева есть гардероб и это тоже хорошо и даже с окном это вообще прекрасно но гардеробная конечно маловато хотелось бы ее увеличить вот просто выровняв вот так вот стену поставив сюда шкаф 1 сюда 2 но тогда я понимаю что этот шкаф заслонит окно окно мы не можем убрать потому что она привязана к общему облику архитектурному ну можно поставить шкафы буквой г как вариант смотрите что получится получится большая прихожая которая не загромождена шкафами и слева хорошая просторная гардеробная в которой как раз таки много шкафов и должно быть много еще место должно оставаться свободное потому что это свой собственный частный дом помимо верхней одежды будут будет обувь шапки шарфы а еще дополнительная одежда там не знаю в огородик выйти или в лес сходить за грибами вы же не пойдете в туфлях на каблуке собирать грибы в лес правильно или там гулять вдоль речки правильно для этого нужна какая-то иная обувь которую тоже нужно где-то хранить для этого нужен большой гардероб теперь от входной группы я перемещусь в спальню и кабинет который здесь мы видим два отдельных помещения я бы делал совершенно по-другому я бы кабинет вообще убрал и вот эту всю часть сделал бы чисто родительской то есть вот смотрите как можно сделать можно добавить еще одну перегородку для того чтобы у нас получился гардероб и когда мы заходим из гостиной мы сначала попадаем в гардероб с двумя большими шкафами видите во первых у нас очень много одежды но просто сходите и загляните свои шкафы по-любому вам их не хватает но вот лично у меня дома шкаф который два метра в ширину и у моей жены шкаф который два метра в ширину в одном лично мои вещи а в другом лично и и в общем это получается 4 метра здесь то что я рисую получается два шкафа по 4 или даже можно до пяти метров увеличить ну то есть вот здесь я наверное закрываю свои потребности а ведь у кого-то вещей есть еще больше у кого-то может быть поменьше но ничего страшного останется дополнительное место там постельное белье хранить или какие-то коробки там не знаю с новогодними игрушками короче говоря это место хранения гардероб она очень важно из этого гардероба я бы сделал вход в спальню вот вместо кабинета я бы сделал спальню у него есть окно в сад можно открыть любоваться слушать птичек кстати говоря почему такое окно маленькая вообще вот здесь в доме я смотрю окна очень много окон они прям какие-то маленькие стекла что лежал к или что или 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 что там фэншу не позволил почему такие маленькие то не не очень понятно можно же сделать больше так вот в этой части я бы сделал спальню а в этой части я бы сделал ванную ванную душевую туалет и раковину но как-то здесь уже бы скомпоновал это бы дало мне следующее я бы получил абсолютно стопроцентное комфортное пространство для семейной пары здесь им удобно заниматься всем чем они хотят заниматься например семейные пары если вы не знали любят заниматься активной спортивной гимнастикой в постели найти есть такие упражнения вот а после этого нужно обязательно сбегать в ванную так сказать принять душ а потом переодеться так вот все это здорово когда происходит за одной дверью в едином пространстве которая называется спальня родители или мастер-спальник а в предыдущем варианте как вы помните родителям пришлось бы бегать через гостиную мимо кухни в ванну представляете после такой активной спортивной гимнастики в постели родители побежали в ванну а там дети телевизор смотрят это же психологическая травма на всю жизнь ребята поберегите своих детей и себя тоже вот такое решение я бы предложил здесь сделать следующий гараж у меня вопрос зачем гараж пристыковывать к этому дому если мы не можем из гаража попасть сразу в дом ну в какой смысл зачем сэкономить на кирпиче то есть одну общую стену сделать ну не такая уж и большая экономия на мой взгляд я бы тогда рассматривал вариант где-то размещения в стороне этого самого гаража потому что тут гараж вроде бы там как-то работает мотор какая-то вибрация не дай бог какие-то газовые хлопные попадут прямо в спальню потому что спальня прямо за стеной ну то есть вот стена вот машина работает а тут изголовье кровати там как какой-то гул идет ну как-то тоже очень странно то есть вот это вот решение странно если гараж уж примыкать к дому значит нужно продумывать выход из гаража сразу в дом а иначе это не имеет никакого смысла и последнее детские комнаты вот к ним все-таки вернусь здесь детские комнаты спроектированы так что заходя в них мы упираемся сразу же в торец шкафа и не просто торец шкафа а это глухая стена ну какое удовольствие зайти в комнату еще шаг не успел сделать это уже в стену уперся зачем так проектировать тоже непонятно то есть здесь даже мебель расставлена не так как следует многие скажут слушай успокойся мебель каждый сам расставит как ему надо будет я с этим утверждением не соглашусь вот этим и пользуются горе архитектор которые проектируют просто квадратные метры а потом предлагают расставить мебель как-нибудь горе архитекторами я больше наверное называю знаете ребят которые проектируют вот эти вот многоквартирные дома но как показывает практика и частные дома тоже к сожалению хотя я думаю что это даже не архитекторы вовсе это скорее маркетологи потому что маркетологи смотрят на нас с вами и думают а чего бы мы купили и как нам нужно преподнести чтобы мы купили и поэтому это проектирует сто процентов маркетологи то есть они просчитывают что для нас важно так что важно квадратные метры больше квадратных метров зал 43 метра детские 14 прихожая все нормально все классно вот это купят хлобысь вот смотрите красивый дом картинка вот столько квадратных метров бери и вы такие как зомби о беру проект стоит недорого проект получу быстро много квадратных метров все влезет классно мебель потом как-нибудь расставлю вот понимаете маркетологи проектирует неправильно неправильный подход я считаю это мое личное утверждение вы можете с ним не соглашаться если не согласны то напишите в комментариях почему не согласны и что вы думаете по этому поводу тоже напишите но а пока вы пишете обязательно поставьте лайк перешлите это видео всем своим знакомым чтобы они видели что такое типовые проекты сделаю оговорочку не все есть очень удачные но их прямо вот единицы короче ставьте лайк потому подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и всем пока обращайтесь профессионалам